Вот эта книга о волшебном мире, где девочка со своими друзьями разгадывает такие тайны. 16-летняя Лиза Шпакова с детства любит читать фантастику. Благодаря книгам можно попасть в другие миры и разгадать тайны вселенной. В детской библиотеке делится девочка. Кроме любимых томов, в детской библиотеке имени Николая Островского каждую неделю дети с ограниченными возможностями делятся впечатлениями от прочитанных книг, участвуют в мастер-классах и обсуждают новинки в мире литературы. Много и нового я узнала в библиотеке. Откуда появилась книга, как первые книги писались, из чего делалась бумага. Решила стать библиотекарем, потому что это очень интересно, очень увлекательно. Тут же не только я раздавать буду книги, тут еще мастер-классы сейчас проходят. Много интересного сейчас в нашем веке. Для удобства особенных детей в библиотеке установлен подъемник, комфортно оборудована туалетная комната. Это специальная техника, которая позволяет увеличивать шрифт до 16 раз. Этот гаджет настоящий помощник для людей с ослабленным зрением. Воспользоваться им можно в краевой библиотеке. Здесь хранятся более 60 тысяч книг в городском абонементе. Благодаря широким пространствам между стеллажами, нужный экземпляр найдется без проблем. А это устройство отсканирует и прочитает книгу для людей с частичной потерей зрения. Снег слепит в глаза. Этот компьютер помогает людям выйти в интернет при помощи специальной клавиатуры Брайля. Любая клавиша, куда бы вы ни нажали, озвучивается. Кроме этого, в краевой библиотеке люди с ограниченными возможностями могут не только погрузиться в чтение, но и показать свои таланты, например, картины широкой публики. Дело в том, что инвалид как раз-таки тот человек, которому выставку персональную сделать сложнее всего. Это и транспортные затраты, это нахождение места, развешивание картин, транспортировка. Ну, много различных моментов, которые наша библиотека помогла решить. И таким образом красноярцы, гости нашей библиотеки, просто зрители, узнали о таких людях. Они теперь, многие из них, известные и знаменитые. Об этих художниках узнал город, а может быть даже и край. Несмотря на то, что все основные мероприятия проходят на первом этаже, для людей, которым сложно передвигаться, оборудован гусеничный подъемник. Наше пространство, наше библиотеки, устроено так, что человеку с ограниченными двигательными возможностями очень здесь уютно и легко. У нас нет ни лестниц, ни подъемов, прекрасно оборудована уборная. А эта библиотека имени Николая Добролюбова на правом берегу приглашает людей с ограниченными возможностями на встречи с известными писателями и отметить тематические праздники, например, День поэзии. Библиотеки Красноярска изучали Татьяна Рябова и Илья Заречный. Продолжение следует...